11 скрытых возможностей браузера google chrome браузер google chrome полон маленьких но очень полезных возможностей они не спрятаны где-то далеко некоторые из них даже лежат на поверхности однако смотря наше видео вы наверняка неоднократно зададитесь вопросом а что так можно было итак поехали режим инкогнито нет не обязательно быть торговцем наркотиками или людоедом чтобы вам мог пригодиться этот режим и простой и порядочный человек может захотеть чтобы не все его следы пребывания в сети сохранились в браузере к примеру возможно вы не хотите чтобы после поиска обручальных колец за вами повсюду бегала их реклама которая сможет испортить весь сюрприз если девушка заглянет в ваш ноутбук причин может быть множество но достаточно нажать сочетание клавиш control shift н и откроется новое окно браузера в нем вы можете искать все что угодно и заходить куда угодно не боясь что информация об этом сохранится в браузере также эта информация полезна для того чтобы зайти на тот или иной сайт или сервис без того чтобы он подстроил контент для вас по уже собранной о вас ранее информации итак дальше рассмотрим интересные фишки нашего браузера возможность выбрать сразу несколько вкладок думаю многие знают что можно взять мышка любую вкладку и переместить ее или даже открепить и поместить в другое окно но вы вряд ли знали что так можно делать сразу с несколькими вкладками достаточно зажать кнопку control и кликнуть на каждую нужную вкладку и не забыть отпустить control непосредственно перед перетаскиванием следующую фишку рассмотрим меняем тему браузера если вам кажется что в вашей жизни день от дня ничего не меняется то попробуйте сменить тему браузера у google chrome а есть богатый выбор самых разнообразных тем так что найти что-то по душе не составит особого труда нужно зайти в настройки это три кружочка в правом верхнем углу и нажать кнопку выбрать тему идем дальше следующий секрет открываем случайно закрытую вкладку это настолько старая возможность что мне всегда казалось что ей пользуются все пока я недавно не открыл ее для своего коллеги если вы случайно или даже намеренно закрыли вкладку и теперь не помните как снова найти эту страницу просто нажмите следующее сочетание клавиш control shift и плюс клавишу т и вуаля перед вами та самая вкладка а если еще не так то этот процесс повторить несколько раз и вы найдете именно ту страницу которая была закрыта следующая перетягиваем ссылку в панель закладок у хрома есть очень удобный инструмент панель закладок она находится прямо под адресной строкой и представляет бы предоставляет быстрый доступ к тем избранным вами закладкам которые нужны вам настолько часто что вы предпочли бы держать их перед глазами чтобы добавить туда ссылку достаточно просто потянуть и и и мышкой и бросить на панель рассмотрим следующую фишку удаляем следы вашей активности в браузере если вдруг вы думали что ищите что-то в режиме инкогнито а оказалось что нет то не спешите расстраиваться google chrome имеет сочетание клавиш и на этот случай жизни достаточно нажать control shift и клавишу delete и перед вами появится меню где вы можете поставить галочки на всем что хотите очистить куки историю загрузок и так далее рассмотрим следующую фишку сохраняем сессию к примеру вы которую неделю подряд пишите диплом и ваш браузер трещит от количества вкладок а тут вдруг нужно например выбрать подарок родителям что подразумевает что нужно открыть еще несколько вкладок чтобы не рисковать предыдущими вы можете сохранить их все в отдельную папку в избранных и в google chrome это проще простого достаточно одновременно нажать control shift плюс клавишу d и выбрать место сохранения теперь вы можете спокойно закрыть все эти вкладки и открыть их разом уже в другой раз когда захотите к ним вернуться так продвигаемся дальше следующее создаем ярлык на любую ссылку на рабочем столе не обязательно хранить ссылки на интернет странице в избранном браузера можно класть их прямо на рабочий стол для этого достаточно потянуть любую ссылку из браузера и бросить ее на рабочий стол но есть более изящный способ снова заходим в меню значок которого находится в правом верхнем углу выбираем пункт дополнительные инструменты и в подменю нажимаем на добавить на рабочий стол это даст вам возможность сразу задать нужное имя для ярлыка а также при таком способе его картинка будет логотипом сайта а не логотипом google chrome идем дальше быстрое переключение между вкладками не самое полезное но все же стоящее внимание опция для любителей печатать слепую и пользоваться всевозможными сочетаниями клавиш будет полезно знать что вы можете перемещаться между вкладками браузера и без мыши для этого необходимо зажать клавишу control и нажать на любую из цифр соответствующая порядковому номеру вкладка станет активной итак продвигаемся дальше открываем браузер с заданными страницами если вы начинаете свой рабочий день с проверки какого-то стандартного списка любимых или необходимых сайтов то вы можете задать запросто настроить google chrome так чтобы при открытии нового окна или перезапуске браузера он открывал одни и те же страницы и так заходим в настройки находим пункт задать страницы и добавляем туда хоть целый список ваших любимых страниц идем дальше следующая очень полезная фишка создаем контролируемый профиль для вашего ребенка проблема ограждения детей от информации которую еще им рано знать пока никем полностью не решена но с помощью настроек google chrome вы можете попытаться хоть как-то помешать вашему ребенку ходить по запрещенным сайтам для этого нужно зайти в настройки их можно найти в выпадающем меню в правом верхнем углу под крестиком найти кнопку добавить пользователя и не забыть поставить галочку просматривать сайты открытые этим пользователем и контролировать его действие через аккаунт или ваш аккаунт через короткое время после этого вы получите ссылку на страницу с помощью которой вы сможете закрывать доступ для этого нового аккаунта к различным сайтам а также смотреть историю его посещений ну и по окончании еще одна фишечка нашего видео собственный диспетчер задач все или по крайней мере многие знают что такое диспетчер задач в операционной системе windows но не все знают что у google chrome и есть собственный диспетчер задачи он позволяет увидеть все открытые вкладки и сколько каждая из них потребляет ресурсов компьютера кроме того то же самое справедливое для расширения при желании через диспетчер задач можно убить любой процесс и настроить свой google chrome как вам надо